бонжур дорогие друзья меня зовут дмитрий самаль я дизайнер я проектирую очки часы модные аксессуары и автомобили было бы правильно сказать бонжорно так как сегодня я приглашаю вас отправиться со мной в неаполь побродить по узким улочкам этого загадочного города попробовать лучший итальянский кофе и конечно же пиццу история пиццы начинается именно в неаполе италия моя вторая любимая страна после франции где я кстати и учился ремеслу дизайна мы с вами также попробуем разобраться что же такое настоящий итальянский стиль в одежде в манере поведения в архитектуре и в дизайне ведь италия наравне с францией это законодатель мировой моды и вкуса неаполь конечно же не милан но капри где мы также побываем задает тренд на весь мировой курортный сезон ну что за интриговал и так мы в аэропорту шар-де-голь обязательное условие быть в маске причем только хирургической моему четырехколесному другу с ручкой не терпится оказаться в ней это мое первое путешествие после карантина поэтому так приятно проходить мимо магазинчиков такс фри модных французских рекламных вывесок сладостей и шампанского зал ожидания вы смотрите какая же умница эта собачка она сама может запрыгнуть сумку мастерски там устроиться ну что все готовы тогда на борт мне всегда нравилось смотреть как оборудован аэропорт с его специальными машинами и приспособлениями для обслуживания самолетов упс снимать панель управления самолета нельзя но я остался незамеченным рассадка и наконец-то взлет растворимый кофе air france чего еще нужно для счастья полет длился полтора часа и вот наконец-то итальянская земля не полежарка настроение отличное у нас с вами есть уникальная возможность взглянуть на город без туристов таким как он был в двадцатых тридцатых годах когда только богатые могли себе позволить путешествовать немного про сам город переводе с древнегреческого не это новый поль это город яполь находится в сейсмоопасной зоне неподалеку от самого грозного вулкана нашей планеты везувия в следующем видео я обязательно расскажу подробнее о нем нам попался веселым и болтливый таксист джузеппе который проводил глазами всех симпатичных девушек в городе при этом мастерски управлял автомобилем я пока так не могу до париджи в общем сам город не маленький имеет около миллиона жителей здесь родилась неподражаемая сафи лорен и оперный певец энрике карузу неаполь равно пицца кстати всем рекомендую этот замечательный ресторан и горизон ему уже более 100 лет и судя по возрасту постоянных клиентов пицца здесь должна быть отменной таки есть объедение и по цене абсолютно недорого всего 6 евро за маргариту в париже она в два раза дороже и по вкусу никак не сравнить кстати пицца маргарита имеет цвета итальянского флага зеленый белый красный какой запах а вкус метро в неаполе самое что ни на есть обычно а вот станции оформлены лучшими дизайнерами мира вот это например спроектировано каримом арашидом это один из дизайнеров который очень повлиял на мое творчество поэтому респект ну а сейчас прогулка забили узких улочек насколько в этих улочках шарма пахнет здесь ароматным характером для всей италии цветочным мылом которым мою дороги и почти каждая улица а иногда и дом имеет вот такой алтарик или мини капелла покровитель или покровительница этой улице часто там горят свечи так вот раньше очень давно эти места имели функцию уличных фонарей помогали жителям ориентироваться в темноте фантазии талант людей проявляется форме этих мини сооружений двух одинаковых капелл неаполе вы не найдете улочки здесь действительно узкие а иногда и очень крутые даже такой маленький грузовичок с трудом может кстати это передвижная фруктовая лавка и мужчина по громко говорить приглашает за покупками я сделаю вид что не понимаю итальянский и пойду дальше по дороге попадаются вот такие восхитительные церкви в стиле барокко меня как дизайнера привлекла конструкция вот этой входной двери которая также имеет функцию окна даже мини подоконник а это одна из центральных и очень оживленных улиц неаполя кстати а знаете что эти перчики вовсе не перчики чили а рога это символ благополучия и удачи является также берегом а красный цвет этот цвет неаполя смотрите какой интересный фасад здания необычная форма окна обожаю старые книги там можно найти иллюстрации каким был город 50 100 лет назад какое счастье что самолеты начали летать что можно посещать вот такие чудесные города а этот итальянский бренд никогда не услышал бруно карузу очень элегантно кстати напишите в комментариях что вы думаете о цветовом сочетании этого платья оригинальное решение стена выстроена из горшочков с кактусами очень стильно и ритмично мы подходим галереи umberto uno невероятно красоты крытое торговое сооружение является шедевром современной архитектуры между прочим потолки вам ничего не напоминает мне например логотип и фирменный стиль versace здание выполнено в виде восьмиугольного креста мраморные полы роскошные лепнины и фрески сооружение действительно великолепная и романтичная меня знакомые попросили чтобы я попробовал настоящий неполитанский кофе я для вас испробовал много заведений и лучше на мой взгляд капучино делают именно здесь гамбринус это также очень известная кондитерская где продают лучшую ромовую бабу кофе можно выпить как на террасе сидя за столиком так и за барной стойкой причем за барной стойкой как и в париже гораздо дешевле а еще можно увидеть как же готовится мой капучино давайте вместе понаблюдай официант заметил что я его снимаю но видимо был не против акция и вот мой кофе готов кафе лунга все что вы видите стоит чуть больше пяти евро ну кроме моих очков конечно в итоге я заказал традиционную ромовую бабу сицилианский конолос и чилиану и капучино он я вам кстати мало конечно полностью пропитанная рома очень вкусно а наша прогулка продолжается давайте посмотрим что же скрывается за этой решеткой какой замечательный особняк я был бы не против там поселиться и он вот с таким видом какой дружелюбный котик видимо он живет в этом доме его просто невозможно не погладить а мы подходим ближе к морю каменистым пляжем где чайки абсолютно ручные марина с пришвартованными яхтами один из местных ресторанов делает фотосессию для инстаграма где главная героиня это пицца кстати у меня тоже есть инстаграм где много интересного подписывайтесь а сейчас время аперитива это чисто итальянская традиция где если заказываете напиток вам приносит тарелочки с едой абсолютно бесплатно я заказал шприц это итальянский алкогольный освежающий коктейль с апельсиновым вкусом очень приятно давайте немножечко расслабимся понаблюдаем и пообсуждаем неаполитанцев какая жестикуляция эмоции с их черт инфарти это наш официант с усиками очень любезный и внимательный в целом парни были обычными но необычными и были девушки и очень красивыми кстати находимся мы в одном из самых престижных районов неаполи в умеру обратите внимание на джинсы у парня абсолютно разодранные в принципе неплохо смотрится правда не мой стиль рядом с ним девушка сразу видно с характером и темпераментом а эти две женщины в коктейльных желтых платьях пришли с одним мужчиной интересно а нет извините мужчин тоже двое желтый очень неплохо смотрится я надеюсь вы вместе со мной ощутили амбианс и атмосферу вечернего неаполя кстати это суббота блондинка в таком легком топике в горошек у горошек всегда в моде а молодежь собирается видимо в клуб и на дискотеку любопытно что парень целую девушек один раз в щечку а своих друзей два раза видимо у них так принято кстати в париже это называется фир лабиз и принято целовать два раза хотя на самом деле это не совсем поцелуй а просто касание щеками надеюсь прогулки вам понравились напишите мне в комментариях на что мне больше обратить внимание следующий раз а итальянская авантюра продолжается и далее мы поговорим про грозный и опасный вулкан везувий и уничтоженный им город помпеи мы также проедем по самой живописной дороге италии посетим соренто амальфи ровелла и конечно же капри разумеется сделаем основной акцент на стиле моде и дизайне подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до скорого аривидерти